приветствую вас дорогие братья и сестры очень приятно быть у вас я много слышал о вас даже вот у вас родственники есть которые первые мне сказали знаешь ли что есть такой вот стычка и здесь был один из моих сотрудников тех людей кто работает со мною это андрей петрович гринок он был у вас по моему прошлом году вот то есть здесь были все кроме меня я очень благодарен богу за то что дал возможность быть с вами и как сказал уже наш пасторе было очень интересно слышать и все время я слышу имена которые я знаю вот он сейчас говорила гетьмане а это мой друг и мы дружим и его они приезжают когда в запорожье ко мне домой я приезжаю к ним когда в вашингтон приезжаю так что все время удивляешься какой все таки у нас тесный мир и наверное это потому что у нас хороший отец небесный который нас соединил всех и где бы мы ни были правда нам хорошо и куда бы мы не приезжали мы чувствуем себя как дома мы находим друзей мы находим общих друзей мы находим и если даже мы никого не найдем у нас все равно есть иисус христос у нас все равно есть церковь и это главное достояние это главное богатство как уже сказали меня зовут алексей фамилия моя иванов я живу в городе запорожье говоря о служении которые я несу что у меня как бы всегда три таких вот момента служения я несу служение пастором в одной запорожских церквей это такой поселок знаете цыганский где много наркотика вот и наша церковь она практически но может быть процентов на ну может на 40 состоит из людей которые прошли вот такие вот нехорошие пути вот но идя этими путями они все таки попали в церковь ему очень благодарны господа за это и там я несу пасторское служение вот у меня пятеро детей и может быть я попозже расскажу уже после проповеди кто они и как это вот то что касается моего моей жизни и моего служения вот в городе запорожье в служение в украине я несу в нашем братстве евангельских христиан баптистов я несу служение ответственного за работу с детьми сиротами у меня в семье воспитывается 5 детей сирот и братья вот доверили такую координацию ответственность чтобы быть ответственным по служению в братстве с детьми сиротами вот мое официальное место работы это ирпенская библейская семинария я там работаю я преподаватель ветхого завета и истории христианства то есть это то что касается вот моей работы поэтому ну вот в принципе пока о себе все вот и как я сказал что самое главное это то что у нас есть господь и есть его слов совсем недавно вот буквально вчера и позавчера в некоторых церквах мы все вспоминали и говорили о благовещении ну может кто-то говорил вчера кто-то позавчера сегодня я хотел бы эту тему еще раз так как будет звучать слово еще раз с вами вместе рассмотреть она записана в евангелие от луки откройте пожалуйста если нет у нас на табло я думаю будет текст и так евангелие от луки это записано в первой главе и когда мы читаем с вами с двадцать шестого стиха мы читаем описано так в шестой месяц послан был ангел говорил от бога в город галилейский называемый назарет где вы обрученной мужу именем иосифу из дома давидова имя же деве мария ангел войдя к ней сказал радуйся благодатная господь с тобою благословенно ты между женами она же увидев его смутилась от слов его и размышляла чтобы это было за приветствие и сказал ей ангел не бойся мария ибо ты обрела благодать у бога и вот зачнешь в очреве и родишь сына и наречешь ему имя иисус он будет велик и наречется сыном всевышнего и даст ему господь бог престол давида отца его и будет царствовать над домом иакова вовеки и царству его не будет конца мария же сказала ангелу как будет это когда я мужа не знаю ангел сказал ей в ответ дух святой найдет на тебя и сила всевышнего осенить тебя посему и рождаемое святое наречется сыном божьим вот или совета родственница твоя называемая неплодную и она зачала сына в старости своей и уже шестой месяц ибо у бога не остается бессильным никакое слово тогда мария сказала серобат в господне да будет мне по слову твоему и отошел от нее ангел братья и сестры вот удивительная история которая ну пожалуй нету аналога в мире и сколько бы мы не говорили о разных чудесах и прочих моментах согласитесь это одно из самых величайших событий мировой истории когда небожитель пришел в дом простой еврейской женщины девушки которая вот только была недавно обручена и сообщил ей такую новость которую знаете ну наверное мечтала бы любая девушка не только в свое время но и сегодня когда в израиле ждут мессию сегодня тоже к беременным женщинам вот относятся по особому потому что а вдруг это мессия и вы знаете мы видим с вами вот эту девушку марию и мне хотелось бы сегодня обратить наше с вами внимание на три таких реакции которые были у марии эти три реакции показывают насколько она была человеком готовым к тому чтобы господь проговорил к ее сердцу и исполнил ее в каких-то своих планах я думаю мы все тоже хотели бы и думаю что участвуем в неких божьих планах кто-то за кого-то молится кто-то участвует и совершает каком-то служении мы все хотим в это время когда живем на земле послужить нашему господу и вот реакция марии когда ангел пришел и возвестил эту весть она знаете она в какой-то степени вот эта реакция поможет и нам видеть а какими нас хочет видеть господь что важно пред лицом его чтобы вот это божье благословение исполнилось и в нашей с вами жизни в нашем с вами служении потому что мария была такая же простая женщина как и мы с вами стремящаяся к богобоязненности стремящаяся к праведности желающая быть послушна богу и послушна вот тем обстоятельствам которые складывались ее жизни и поэтому я думаю что вот сегодня в этот день когда христиане вспоминают о том как это происходило то я думаю будет очень уместно чтобы мы не только посмотрели на то как отреагировала мария на эту весть но и очень важно это посмотрели а насколько мы можем в этом быть похожими на нее давайте посмотрим я вот предлагаю посмотреть на первую реакцию марии когда ангел только начал с ней говорить вот написано что он сказал радуйся благодатно он сказал ей господь с тобою потом сообщил благословенно ты между женами а она же увидев смутилась от слов и размышляла чтобы это было за приветствие братья и сестры первая реакция с которой мария встретила это слова эти слова это была скромность знаете когда ну мы слышим хорошие слова о себе конечно же это в какой-то степени приятно но когда вам ангел придет и скажет то это не только приятно это еще и страшно приятно страшно потому что в израиле встреча с ангелом всегда была страшным явлением и люди боялись всего этого сверхъестественного проявления и когда ангел пришел и сообщил ей такую вот великую новость и более того начав говорить с ней посмотрите такие слова по отношению к ней употребляет ты обрела благодать да ты благодатная господь с тобою ты благословенно между женами то действительно эти слова в какой-то степени поднимают нас а любом если кто-то так сказала особенно ангел ну кажется о так это он ну да ну я такой или я такая и действительно неплохо но вот что интересно было в марии что посмотрите написано она смутилась и она размышляла ну что же бы это значило потому что она себя не оставила таковою и она конечно же кроме того что она удивилась что это ангел она конечно же удивилась где-то этим словам которые сказаны и вы знаете писание призывает нас чтобы мы не думали о себе много думали скромно по мере веры нашей чтобы когда мы делаем какое-то божье дело мы не ожидали от того что люди будут нас хвалить помните как написано горе вам когда вас будут говорить хорошо и и прочие моменты то есть чтобы мы понимали что вот очень важно чтобы в любом нашем действии и особенно тогда когда мы хорошо совершаем какое-то дело чтобы в нас вот было присутствие вот этой вот скромности которая была у марии конечно же мы когда смотрим на вот героев библии особенно связанных с семьей иисуса христа мы находим о том что те люди которые любили его они были и похожими на него на него мы конечно же не можем сказать что мария подражала христу да потому что он был ее сыном но в какой-то степени мы находим вот некие общие черты когда мы смотрим на иисуса когда он уже достигнет об возраста когда будет способен учить других когда о нем уже будет разноситься молва по всей иудее даже дальше по всему израилю и за его пределами когда он станет человеком о котором будут слышать цари такие как ирод и правители такие как понтий пилат а некоторые из них как ирод будет искать встречи с ним когда везде его будут встречать и вы помните когда встречали его во время последнего его прихода в иерусалим кричали асана сыну давидову когда встречали его как мессию а первосвященники сказали слушайте мы ничего не успеваем весь мир идет за ним кто-то сказал все делает хорошо при этом иисус заметьте всегда оставался очень скромным и когда порой ему говорили вот ты царь иудейский он говорил ты говоришь или же когда у него спрашивали и требовали дать вот какой-то вот ответ такой мы всегда находим он был очень и очень скромным братья и сестры и вот это вот очень важная часть когда мы с вами живем нашей христианской жизнью это вот скромность это способность ну как-то даже слыша о себе что-то хорошее все-таки думать о себе скромно по мере веры поэтому вот мы видим у марии была такая способность второе я хотел бы посмотреть на реакцию когда посмотрите когда ангел опять начал ей говорить когда он начал рассказывать ей что она зачнет сына она наречет ему имя он будет велик и он будет царствовать над домом иакова в веки царство его не будет конца то посмотрите мария сказал ангелу как же будет это когда я мужа не знаю мы не видим чтобы она воспротивилась до божьим словам ее интересовал чисто вот такой человеческий вопрос то есть мы видим с вами что она смиренная она смирилась в вот с теми обстоятельствам но когда мы смиряемся с обстоятельствами это не значит что у нас нет вопросов господа это не значит что нам все ясно и вот вопрос который волновал ее как же это будет то есть она готова принять но как это будет когда я мужа не знаю мы знаем с вами что это вопрос был очень непростой в израиле мы знаем как относились тем женщинам которые еще будучи не замужем но уже беременели и у них были дети появлялись это была проблема и мы знаем из евангелия других как сам иосиф отреагировал когда узнал что вот она зачала ребенка а он не является отцом написано что он хотел тайно ее отпустить и опять же ангел предстал и опять ангел объяснил ему и он сказал как это от кого это то есть и праведный иосиф очень опять таки со смирением принял вот эту божью волю друзья это вот показывает высоту тех людей которые готовы были служить господу и служили ему и вот ты как мы сказали не можешь служить господу если ты высоко думаешь о себе а второе мы не можем служить господу если мы не смиряемся перед теми обстоятельствами которые он порой у нас помещает и вот мы видим с вами как вот эта простая девушка попав такие обстоятельства она хочет служить господу она интересуется как это все будет и мы видим с вами насколько господь благословляет ее жизнь как он устраивает все в ней как иосиф принимает эту ситуацию как и мария получает благословение но мы знаем с вами что это нелегко это смирение дается и но братья и сестры писание призывает нас о том что мы должны быть таковыми и опять когда мы вспоминаем иисуса христа он призывая к себе говорил придите ко мне все труждающие обремененные и я успокою вас и дальше он говорит и научитесь от меня ибо я кроток и смирен духом смириться быть готовым к тому чтобы исполнять волю божью в независимости от обстоятельств которые нас помещает господь вот это качество присутствовало у этой девушки марии матери нашего господа иисуса христа и когда мы читаем с вами дальше мы находим еще одну реакцию когда уже ангел все рассказал ей рассказал как и или совета ради родил ну вот уже готова родить уже шестой месяц и когда он объяснил ей что если бог сказал то у бога не остается бессильным никакое слово посмотрите мария не только проявила вот такую скромность она не только проявила смирение но она проявила согласие посмотрите она говорит вот раба господня в тридцать восьмом стихе да будет мне по слову твоему да будет не так как говоришь ты и мы видим она соглашается с этой волей она не просто принимает эту волю она согласна быть инструментом в божьих руках несмотря на то что скажут люди несмотря на то потому что она еще ничего не знает это мы сегодня знаем как бог возвеличил ее жизнь она тогда стоя перед ангелом я не знаю чем она думала и сколько много мыслей и конечно много она не понимала но вот у ней было вот это согласие с волей божьей дорогие братья и сестры как важно нам в нашей жизни быть согласными с волей божьей вне зависимости от обстоятельств независимости от то как бог помещает куда нас и прочее и мы видим с здесь вот иисус христос он был точно таким же он тоже когда особенно мы смотрим а когда он был в гефсимании ведь мария соглашаясь с волей божьей она не видела то что будет впереди и даже когда симеон буквально вот через какое-то время поднимет этого младенца он скажет что тебе оружие пройдет через душу и она конечно же не она не иосиф не понимали какой это сын как и что ожидает его они соглашались тем что будет как господь поведет но они не знали еще как тяжел тяжел будет этот путь их закончится он на голгофе правда он не закончится там на голгофе он продолжится в воскресении иисуса христа но опять таки мария не знала этого только через на третий день через три дня она узнает об этом а до этого она принимала это все как это есть братья и сестры и вот иисус он точно такой же был он был тем который не только был скромный не только был смиренный пред богом потому что все что он не делал он говорил это не я это отец делает и люди которые помните видели его чудеса они прославляли отца его небесного это тоже такая способность нашего господа уметь всю славу передать своему отцу и он учил нас так и говорил что тогда светит свет вас пред людьми чтобы люди видят добрые ваши дела прославляли кого отца вашего небесного и вот когда мы говорим о согласии мы тоже находим иисуса в гефсиманском саду который стоял на коленях и помните он молился написано о нем что у него под был да как вот капли крови и он молился он говорил отче о если бы минула меня сия чаша но потом помните как он молится впрочем не моя воля но твоя да будет дорогие братья и сестры это очень важный такой момент я вспоминаю в церкви где я только тогда еще это больше десяти лет назад 12 лет назад когда я пришел пастором у нас церкви был один диакон мой наставник который учил меня когда мы с ним в тюрьмы посещали владимир владимир и чматко ему он был совершенно молодой моложе чем я сейчас это я сейчас так говорю что он был молодой мне 53 ему был 51 год и он умирал от рака я помню как я пришел к нему и спрашивал его говорю владимир владимирович о чем нам молиться и он говорил алексей не молитесь за исцеление я вижу что воля божья это то чтобы я закончил мой жизненный путь но вот знаете вот интересно он потом сказал я я считаю что сильная воля и вообще сильная вера это не тогда когда ты трясешь небо и кличич дай-дай я верю что ты исцелишь или я верю что ты поможешь а сильная вера это когда ты можешь сказать господу да будет воля твоя и я говорю моему богу да будет это не воля твоя поэтому не молитесь о wait Вы знаете, интересно, у многих людей, которые соприкасались и проходили на моем жизненном пути, я чему-то учился. Вот у Владимира Владимировича я учился, как нужно уходить из этой жизни, как нужно принимать в жизни те обстоятельства и уметь говорить Господу, да будет воля Твоя. И вот когда мы смотрим с вами, дорогие друзья, и размышляем о Марии, размышляем о человеке, которому благовестил ангел эту великую весть, и мы видим с вами, что может быть она не отличалась какими-то особенными умственными способностями или социальными какими-то. Она была простой еврейской девушкой, готовящейся стать женой, человеком, который только начинал свою жизнь, может быть мечтал, продумывал свой жизненный путь, но однажды в ее жизни Господь послал этого небесного небожителя, который сказал ей великие слова, высокую оценку дал о небе Господа, и она скромно приняла ее. Он сказал ей весть, которую ожидали, наверное, все бы девушки и от радости прыгали бы, но может быть не в тех обстоятельствах, в которых она была, и она смиренно приняла все это. И вот то согласие, которое она изъявила, оно прославило ее. Это согласие, оно сделало ее особенной, а потому что она стала матерью Господа нашего Иисуса Христа. Она не была безгрешной, она также нуждалась в Спасителе, которым стал ее собственный Сын, но она была человеком, который Бог употребил для высочайшего служения в жизни человечества. Братья и сестры, мы тоже с вами нужны Господу, потому что мы еще живем, и раз живем, Господь хочет нас использовать для какого-то труда. Пусть Господь благословит нас с вами, чтобы мы в этом были похожими на Марии, чтобы мы были людьми скромными, вне зависимости от того, каких мы высот достигаем в нашем служении, в нашем хождении пред Богом, в нашей, может быть, молитвенной или еще какой-то жизни, может быть, даже в простой социальной жизни, скромной. Давайте будем смиренными тогда, когда Бог посылает в нашу жизнь какие-то обстоятельства, может, связанные с нашей жизнью, какие-то, может быть, проблемы, но мы должны понимать это от Господа. И пусть мы всегда будем согласны с Его волей, каким бы путем Он нас ни повел. Потому что знаем, что однажды, когда наше дыхание прекратится, наши глаза закроются, и мы предстанем пред Господом, мы услышим эти прекрасные слова от нашего Спасителя. «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». Пусть Господь благословит нас, чтобы мы были хорошими служителями на Ниве Его, где бы мы ни были, и здесь в Америке, и в Украине, и в Казахстане, и в России, и в Белоруссии, везде, потому что по всему миру есть нужда, чтобы прославить Его имя. И Он хочет, чтобы мы сделали это. Но сделать это мы можем тогда, когда мы будем скромными, смиренными и согласными. Ему за все слава нашему Господу во веки веков. Аминь. Давайте помолимся.